Есть некоторые свидетельства, что Сталин высказывал идею, в частности, по объединению Германии. Может, имеем факт, что именно Берия, собственно говоря, весной, простите, летом, вернее, в начале лета 1953 года, добился решения? Да. Но то, что Берия реально вот эту идею продвигал, и причем продвигал ее не просто как голословную идею, как теоретические некоторые соображения, которые надо обсудить, ничего подобного, он приступил уже де-факто к реализации этого плана. Даже если посмотреть мемуары Судоплатова, и то, что относится к деятельности, ну, скажем так, спецоперации в этом направлении, то агентура, которая имелась в Европе в это время, я имею в виду, к 1953 году, к лету 1953 года, она интенсивно работала на контакте с людьми Аденавера. Вот там называется... Канцлера Западной Германии. Канцлера Западной Германии, да. Приглашаю его к сотрудничеству, к процессу объединения Германии. Значит, 12 июня на заседании президиума ЦК с подачи Берия было принято решение, что Советский Союз является сторонником объединения Германии на демократической основе, не на коммунистической основе, и рассматривает Германию как своего, действительно, геополит... Ну, там другие термины, но смысл такой, геополитического союзника. То есть процесс этот уже реально воплощался. Такое решение не декларация о намерениях, он фактически уже фиксировал определенную стадию этого процесса. И 26 июня, когда Берия был убит, буквально через два дня... 29 числа тут же президиум ЦК собирается, принимается два решения о том, дезавируется решение 12 числа, что мы теперь не считаем, что Германия должна объединяться. И вторым решением распускается, ликвидируется спецкомитет. То есть очень интересно получается, ведь если бы тот план удался, то есть инновационный этот процесс, мощный механизм, резервная валюта, и ось Германия, опять Берлин, Москва, то есть блок НАТО рассыпается в том виде, в каком он должен был быть, а вот образуется такая евразийская геополитическая ось, то есть соединяются технологии Германии, собственно говоря, мощные деловые, так сказать, их структуры с возможностями Советского Союза. И что, фактически что, глобализация по-советски? Реализация этого плана фактически напрочь перетеркивала результаты Второй мировой войны, которой добились англо-саксонские клубы, которые развязали эту войну, и смысл... В общем, англо-саксонская без кулиса, вот эти клубы, без кулиса. Да, да, да. В общем, фактически было два главных результата Второй мировой войны. Первый, что континентальная Европа в лице, прежде всего, Германии, лишалась абсолютно каких-либо претензий на управление глобальными сырьевыми рынками, то есть Германия вышибла из рынка полностью, она потеряла все, что у нее было, да, то есть Германия больше не претендент на управление глобальными сырьевыми рынками. Такими управляющими стало прежде всего США, ну и Великобритания, то есть это как государство, над ними надстройка в виде вот этих англо-саксонских клубов. Это первый результат. И второй результат, это доллар как резервная валюта, то есть Бреттон-Вудская система, которая действует. Вот объединение этих результатов дает главный эффект Второй мировой войны. Если бы реализовался план Берии, на этих планах можно было поставить крест. Сотрудничество Советского Союза и Германии, конечно, создавало колоссального игрока, который был способен противодействовать. Говорю, если бы вот этот план был реализован, то управлять ресурсами Африки стал бы не англо-американ, PLC, а дойче, раш и ГМБХ, да. То есть это мир бы выглядел совершенно по-другому. И там, с той стороны, Атлантики, и на островах это прекрасно поняли, что Берия претендует на роль самостоятельного игрока. Не надо воспринимать так, что он демонстрировал, что он враг этих клубов, да. Но он продемонстрировал то, что он самостоятельный игрок. Считайте со мной. Да, что он не пассивный, так сказать, спарринг-партнер, который будет выполнять фактически команды, да. То есть из Советского Союза некий жут был такой, да, который вот можно демонстрировать как коммунистическую угрозу. Программированный, вполне предсказуемый, программированный, медленный, как динозавр, тупой, да. Да, да, вот как, собственно говоря, и получилось в результате. А Берия, видимо, поняв, в какой колоссальной мощности попало ему в руки оружие, да, и какая структура им создана, насколько оно эффективно, да. То есть он сделал следующий политический ход. Он сделал попытку стать абсолютно самостоятельным игроком, равным. Здесь надо будет сейчас, пап, сделаем промежуток, такой интермец. То есть в результате Второй мировой войны доллар, мировая валюта, все конкуренты Соединенных Штатов друг друга перебили или побили очень сильно. Берия, получив фактически, появляется Берия, который совершенно ломает эту игру, которая может сломать игру англосаксонских вот этих наполевистых клубов. Попытку он сделал. Да, он фактически напоминает императора Павла Первого, который тоже ломал. Тогда правда игра шла именно между государственными структурами, вот этих настройок введения нормальных клубов не было. Но если уж брать аналогию вот в русской истории, то, пожалуй, да, Берию можно сравнять именно с Павлом Первым. И вот вы, Сергей, приходите к выводу очень обоснованному, что на самом деле заказчиком убийства Берии были не Кручев, не Микоян никакие, они были исполнителями, скорее так сказать, одними из исполнителей, что заказчик был все-таки на Западе, что заказчик сидел в этих самых англосаксонских закулисных клубах, что на самом деле они испугались, что на самом деле передачи, конечно, на атомные технологии, они знали о ней, они функционировали, нужен был. Вот прошу вот на этом остановиться. Вот по поводу передачи технологии, значит, есть широко распространенная такая обывательская версия, что все наши достижения, это не что иное, как украденные из Запада технологии, исключительно благодаря вот этой работе нашей разведки, вот этим кражам, да, атомной бомбы, да, мы все это создали. Но все же эта передача была санкционирована. Неформально, конечно. Неформально, конечно, неформально. Передача в целом была санкционирована, ведь масштаб ее был совершенно гигантский, да. Если оценить вот масштаб утечек, так сказать, утечек информации, да, из Манхеттинского проекта, из Великобритании и так далее, ну мы просто должны сказать, что контрразведка, ну вообще ее не было, да, ну это же нереально, невозможно. Как таковой целью пробиться власть мы не ставим. Использование власти в том виде, в котором она сейчас есть, неэффективно. Ну, всем известно, что вот по срокам создания ядерного оружия, по срокам создания баллистических ракет и высокоточных систем мы продвинулись очень быстро в это время. Хрущев, он, конечно, снял пенки с этого процесса. Вот в космос мы прилетели, полетели при Хрущеве, противоракетные дела начались при Хрущеве и так далее, и тому подобное. То есть, 61-й год, это... 57-й год, это первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета и спутник. 61-й год, это первая в мире поражение баллистической боеголовской противоракеты. Американцы смогли повторить этот результат только через 23 года. Первая водородная бомба, 53-й год, ну и так далее. И полет Юрия Гагарина. Да, и полет Юрия Гагарина. В общем, Хрущев снял с этого пенка, но делали это все люди, которые работали в этом спецкомитете. Это все были кадры, которые были собраны, ну, можно сказать, в одну команду. То есть, эффективность была, всего этого дела налицо. Тем не менее, спецкомитет обеспечил, был расформирован... Да, 26-го... Да, и все было разместено по министерствам. 29-го было постановление президиума ЦК, расформирование спецкомитета и расфасовки созданной структуры по различным министерствам. В результате чего, конечно, произошло резкое торможение работ. Прежде всего, в организационном плане. Конечно, люди продолжали выполнять свои задачи, да, но связи были во многом разорваны. Система секретности и передачи информации, она сработала против. Вот эти организации уже были поставлены перегородки. Ну, и достаточно сказать, что воспоминания того же Кисынко, да, Беркут-то был готов, система противовозвращенной обороны Москвы. Но началось такое торможение, что практически на вооружение его смогли поставить только через несколько лет, хотя он был реально готов к 1953-му году. Сергей, тут надо, наверное, пояснить, что, во-первых, вы все-таки в начале 80-х, в середине 80-х работали с басистом, главным конструктором противоракетной обороны. Да, басистом был генеральным конструктором. Вот, и здесь, да, здесь очень интересно то, что обычно говорят, ну, это оружие, но и для того, чтобы это оружие, нужно было создать целую отрасль промышленности новой, инновационной на тот момент, или тоже электронику, высототочную механику, например. И тот же Беркут, система Беркут, которая была, фактически, уже, вы говорите, готова к 1953-му году, это зенитно-ракетная система для прикрытия Москвы, она могла поражать и летающие крепости, и сброшенные ими бомбы на парашюте, она сбрасывалась тогда. Да, и вот, очень интересно, вы на семинаре очень хорошие факты приводили, а противоракетная оборона СССР, это было тоже многопрофильное предприятие, что если бы тогда спецкомитет и его вот эта гибкая система сетевая, перенастраивающаяся, не была ли уничтожена, то мы бы с какой же скоростью могли идти вперед, если без остановки 1953-го года. Ну, мы обсуждали, да, оценку, что бы произошло, если бы все работы спецкомитета были реализованы в запланированные сроки. Ну, по нашей оценке, баллистика месконтинентальная могла быть запущена, ну, по крайней мере, года на 2-3 раньше. 55-й, каково? 54-й, 55-й. Беркут бы встал на вооружение с 53-м, 54-м году. Значит, ну, водородная бомба была практически доведена до ума, и команда на испытание уже была дана. Потому что, кстати, вот Хрущев, да, который взял тогда образы управления в свои руки, он вообще не был осведомлен об этих работах. То есть он не знал ничего, он не знал ничего. Когда ему шифрованным, так сказать, текстом сообщили, что готово испытание водородной бомбы, да, он просто ничего не понял. Просто ничего не понял. Он побежал к Маленкову спрашивать вообще, о чем идет речь. То есть он вообще ничего не знал. А старший Александр Гагарин мог полететь в космос? Ну, тоже, наверное, на несколько лет раньше, да. На несколько лет, конечно, торможение произошло. Именно по конкретным работам, которые уже находились практически на выходе. А вот что касается дальнейшего развития, то тут, конечно, и все это торможение и распады сказалось еще более сильно. Но ведь мы можем судить, посмотрите, Сергей, 1953 год, это испытание тормоядерной бомбы. 1954-й, первый мили атомной электростанции. Фактически они живут в одном первом главном управлении. Системы реакторов, заданные, которые сейчас, в общем, перспективные, отрабатываются, они же тогда были созданы на концептуальном уровне. Значит, «Беркут» — это система ЗРК, которая переверосла в мобильную систему уже в 60-м году, уничтожение высотного самолета, который считался непоражаемым. Ну, вот, 75-й комплекс, который сбил Фауэрсу, да, это фактически, можно сказать, модернизация «Беркута». Уменьшенный мобильный «Беркут». То есть, 61-й год, испытание, попадание пулей в пулю и одновременный полет Юрия Гагарина. Тогда же, простите, успехи в компьютерах, а компьютеры были, честно, соединены из... Конечно. ...с тремя главными управлениями. Никакой там борьбы с кибернетикой, на самом деле, не было. Конечно, нет. Компьютеры реально... Ну, борьба с кибернетикой была, так сказать, на какой-то политической поверхности. А компьютеры-то развивались? Не только компьютеры. Вот, третье главное управление, да, ТГУ, которым Рябек командовал, вот, они сделали колоссальный прорыв именно в создании теории, в том числе и теории, да, и практики автоматических, автоматизированных систем. Такая система, как «Беркут», да, это большая-большая ОСУ, тогда термина такого не было. Для того, чтобы работал ОСУ, конечно, нужны вычислительные системы, нужны определенные математические модели, да, которые на ней занимались. Это вот, конечно, то, что называется кибернетикой, безусловно. Только термин такой не употреблялся, но на практике-то был прорыв в этом направлении. И еще, ведь очень интересная вещь. Вы же работали в 80-е годы, но посмотрите, даже несмотря на то, что разбили по министерствам, перегородили, собственно говоря, переборками ведомственными, тем не менее, басистов каких-то успехов добился, Кисынько, или, например, Савин, который вырастает из атомного проекта. Ну, вырос. У вас же истребители спутников, система раннего предупреждения, система дистанционного зонтирования Земли, в коммерческих целях, в том числе. Система СПРМ, система ПРО, новейшая система ПВО, если взять те фамилии, известные сейчас всему миру, скажем, как Бункин, то, что связано с С-300, все они начинали в спецкомитете. И благодаря этому зарабатывает до сих пор, Рособоронэкспорт зарабатывает благодаря этому деньги до сих пор. Ну, в общем, да, потому что 300-я система, которую начал Расплетин, да, и завершил, так сказать, Бункин, ну, когда, так сказать, постановка на вооружение, да, идеологиями этой системы, людьми, которые руководили созданием, это были все кадры из спецкомитета. Даже прерванного и попытки спецкомитета хватило на полвека вперед. Конечно, инерция была колоссальная. Если бы он не был задушен организованно, вот, в 1953 году, то, я думаю, скорость, конечно, была бы еще намного лучше. То есть мы бы приводили бы сейчас уже боевые готовности за моды на поиске астрону. Спасибо.